ПЕСНЯ И на вершине его дом. Хозяин этого дома Сазонт Александрович Олешинцев, человек в округе известный, потому что жил он всегда на виду, в свое время воевал, в свое время колхоз укреплял по партийной линии, учителем был, директором совхоза, это уж до самой пенсии. Да не за должности, конечно, помнит человека, за характер. А фамилию Олешинцевы знаю теперь в районе больше по сыновьям. Василий ведет под Устюгом крупнейший совхоз Красное Знамя, а младший Николай, вот уже пять лет, как принял на себя самый отдаленный, да и, пожалуй, самый трудный совхоз Первомайский. Отец еще пошутил тогда, выбрал сын место, которое сам черт три дня искал. Но ничего, нетронутый лес, чистые пока реки привязали быстро душу охотника и рыбака. А главное, дело оказалось по плечу. На паромной переправе в Устюге суеты нет. Это раньше здесь машины часа по три дежурили, чтобы на другой берег перебраться. А теперь, когда через Сухуну мост построили, больший поток грузов обходит паром стороной. Однако и сейчас все Задвинье, а это немалая часть района, только этой переправой кормится. Так что приходится и на берегу обождать, и до Кузина плыть не меньше часа, а там уж петлять проселками к месту назначения. Говорят, в Задвинье собрался, положи день на дорогу. Июль пора горячая, сенокоз. Не до ягод пока, и до грибов еще далеко. Так что народ едет на пароме только по служебной необходимости. А вот о Лешенцах, можно сказать, по личному делу. Вчерашний день провел Сазонт Александрович у Василия в Красном Знамени. А сегодня решил до Николая добраться. Дорожка эта ему теперь хорошо знакома. А что не ушли сыновья на сторону счастья искать? Остались в родном краю хозяйствовать, на трудных северных нечерноземах, да еще в такой крутой момент, когда вся крестьянская жизнь поворачивается, в том для отца и радость, и тревога. Только что в киоске на берегу купил Олешенцев районную газету и забеспокоился. Начал косить первомайский лихо. Одно время даже среди передовых значился. А сейчас вниз пополз. Вот и хочу понять, чего там мой парень путает. Во всяком случае, именно так объяснил Сазонт Александрович цель поездки своему попутчику, Ивану Васильевичу Жерихину. В этом году, смотри, ведь и старший-то. В прошлом году где-то за тонн 50-60 всего запрессовал. В этом году первый идет по району. Почти 650 тонн. Вот так. Эта лошадка уже поживая. Он на мойчик не ступит, пока ножкой не попробует. 42 года, чего же. Пора и зря уйти. Жерихина, заведующего сельхозотделом горкома партии, Олешинцев знает, мало сказать, давно. Лет 30. Всю жизнь шли они в одном ряду. Вот я был в Молдавии. Кстати, у меня там дочь. Домики, домики на 5 километров, домики. Видно, что тут живет крестьянин. Видно, что он хозяин своей земли. Все у него ухожено. Все у него сердце радует. Он выйдет, посмотрит кругом. Люба. А у нас там 50 соток земли дают при усадебной участке. При усадебной участке 50 соток. Это что же значит? У него сад половина. Это дает ему деньги. Это дает ему сушеные фрукты. Это, короче говоря, дает ему даже и виноградное вино. А уж на то пошло, бочки целые остаются. У него все это свое. Это дала ему земля. У нас земля в три раза менее плодородная. В три раза. Она только третью часть даст каждая сотка. У нас больше 25 сотых гектара. Почему-то крестьянину земли держать или рабочему сухозу нельзя. По-моему, это несправедливо. Ведь земля, она все-таки, это такая вещь, в которую человек зацепляется своими якорями. Он ее оккультуривает. Она его начинает радовать, кормить. Понимаете? У него тут ягода, у него тут товыши, у него тут все. У него тут, собственно говоря, корм для скота. Дать ему 50 соток. Вот он тогда зацепится, в которое сел, так он будет тут сидеть прочно. Вложенные в землю труды он не захочет бросать. Он будет на них работать и работать. Да и детям скажет. Ребята, смотрите, что остается. Неужели вы это бросите? Всегда жил Олешенцев с соображениями долга. Другого расчета у него не было. Поблажки не давал ни себе, ни людям, особенно близким. Вот сказали ему, хватит, отдыхай, береги сердце. Не может. Все, что не успел или не смог, по какой-то причине сам, спешит теперь осуществить руками сыновей. А у Николая в Первомайском что ни день происшествия. То машина, груженная мукой с парома, прямо в реку ушла. То комбайн под угор слетел. А этой ночью на Копанице перевернулся молоковоз. И весь суточный надой молока с двух ферм пропал. Потому что не поднял шофер всех на ноги, а пошел домой отсыпаться. Вытянуть груженный молоковоз на такой дороге – дело хитрое. Пришлось Олешинцеву снять с поля два трактора. Сам взялся руководить. И ведь знал Николай, что шофер молоковоза – человек ненадежный. А заменить неким. Из 37 положенных по штату механизаторов работают только 20. Да и вообще, на 4,5 тысячи гектаров угодий в совхозе всего 127 рабочих. Где ж тут порядку будет? Пока машину ставили на колеса, Николай как бы не обращал внимания на виновника происшествия. А уж потом взялся и за него. Сколько молока-то испортит? Камера 800. 800 килограмм. У тебя лишние деньги есть платить за него? Это деловарх. Да это ясно, что дело наше. Но ты понимаешь, ты сегодня только 800 килограмм. Да вчера 400. Почему? Потому что я сегодня разговаривал с заведующей сливководелителем. Она не приняла молоко 480 килограмм. Все, сдано. Сдано. Так она говорит, что она не будет ее пропускать, ты понимаешь? Куда так ешь? Ты вот ответь, вот как вот ты так умудрился машину прокинуть? Это сам не знаю. У тебя, ты первый раз, что ли, за рулем-то сидишь? Что-то тебе первый раз объясняют, что нельзя за рулем пить. Да сколько можно? Ты же работал председателем колхоза. Ты все это прекрасно знаешь. Черт же возьми, ведь... Не жал, не пил. Да перестань спусить, что со стата на дорогу сама выбежала, что ли? Машина, смотри, на чего новая машина. Второй раз она уже покалечена. А сколько молока недополучили? Ведь это-то никак не восполнить. Ты понимаешь, что это молоко уже нигде не найти больше, если его пролили или проквасили, или там еще что-то. Это так не напахаться ни одному государству, слушайте. Хоть у нас трава богата, но ведь мы ее разденем. Какой ты пример показал молодым, ребята? Вот какой ты пример сейчас показал? В том месяце за 31 путевка. 31? Верю, что тяжело. А кому легко-то у нас? Вот так. С утра Николай послал свой УАЗик к переправе. Понимал, что разворчица отец, ну, нечего из одного человека машину гонять. Но будет ему все же приятно уважение сына. Да и в самом деле автобус-то все 60 километров в битком набит. И до Первомайского не доходит, а только до Палемы. Ехал теперь Сазонт Александрович, ревниво оглядывая поля соседей, соображая заранее, что сыну присоветовать. Только однажды, проезжая бывшую деревню Путиницу, вздохнул тяжело. У них в заре тоже такие дома стоят. Музыка, хороший мой мальчик. Ох ты! Хороший парень, пойдем, я тебе прежде всего вручу сяточку. Ему орден надо. Это тебе вот дедушка, густинца, мой хороший. Ну, как живешь? Как мама сказала, расскажите, что он... А? Скажу, как живет. А встретились они, можно сказать, на границе, потому что речка Луза – естественный рубеж земель Первомайского. Николай так и шутит всегда. Добрался до своего парома, считай, дома. Привык жить, Созонт Александрович, большой семьей. Трое сыновей, три дочери, теперь уже 16 внуков. И зятья, и невестки причислены в его сердце к родному дому. Как он тут живет по правде? Не жалуясь. А? Не жалуясь. Не жалуясь? Нет, пока. Нет. Как не жалуется? Жалуется. За это спасибо. Сашка, он говорит, не верю. Почему? Нет, я ли не верю. Она женщина серьезная, хорошая. Так. Ну а какие к нему претензии есть? Не стесняйся. Дома бывает редко. Ага. Картошку не жарю, понимаешь? Это значит... Организовать свое рабочее время. Да. Мне в свое время то же самое говорили. Я понимаю, почему. Ты так за всю жизнь не научился. Это беда всех руководителей, особенно в сельском хозяйстве. Что ему тут можно просить, а что нельзя? Его папа поднимает и ночью, и рано, утром. У него время не ограничено, рабочее. Ты меня сам в свое время учил несколько обратному. А сейчас говоришь другое. Ты говорил, что жалеть себя это последнее дело сейчас. Тем более, когда проблем очень много, и решать их надо. Напориться-то довольно таки. Одно другому совершенно не противоречит. Это в каком-то плане, но слушай ведь... В каком плане? Видишь, дело-то какое-то. Если сегодня не дотянул, до завтра не дотянул, я считаю, это хуже, чем перетянул. У тебя тут все еще не перетянешь. Это я понимаю, я не говорю о том, что... Тебе это не грозит, что ты там все планы перевыполнишь в пять раз. Пока дай бог сделать то, что положено сделать. Я ведь тебе не сказал, что ты делай так, что с ним. Кончились семь часов. Сядь, я больше не обязан работать. Конечно, ты в этом случае не будешь руководителем, и у тебя никаких успехов не будет. Потому что побеждает тот, кто меньше себя жалеет. Так? Это так было, и так и будет. Кто-то должен идти впереди, по-моему, все равно. Но стремиться к тому, чтобы рабочее время человека было все-таки ограничено, и было ближе к конституционному, к этому стремиться надо. Надо. Я тебе говорю, что стремиться к этому надо. Но я считаю, сейчас всем надо бы работать напряженнее все-таки. Поэтому и тебе надо работать. Потому и мне надо. Тоже согласен. Понимаешь, если я буду работать ненапряженно, разве будут остальные стремиться к этому? Не горящий не зажгет. Разговор вели до полночи. А утром только выкатилось солнце, собрались в поле. Николай сел за руль, Сазонт Александрович сзади, а на переднем сиденье рядом с отцом устроился Сашка. Собственно говоря, каждый день директора совхоза начинается с объезда полей. Но сегодня надо было не только посмотреть, но и показать дело самому строгому инспектору. В каждый свой приезд оставляет Сазонт Александрович сыну памятку. Свой расчет по хозяйству. С чем-то Николай соглашается, а что-то по-своему ладит. Нынешней весной отец особенно настаивал на звеньевом подходе, чтобы не было, так сказать, ничейных полей. Послушался Николай. Теперь у него кругом таблички стоят с именами. Кто пахал, кто сеял, кому убирать урожай. Кошу просят, как говорят. Понимаешь, вот, слушай, в общем-то бы хотелось заселусовать. Сам знаешь, план по силосу трудно идет. Вот попробуй на таких полях пообрабатывай с нашей техникой. Ведь один год всего-навсего мы пытались это сделать. В результате опрокинули три машины, понимаешь? Ну, не идет ни в коей мере. В Угор чуть дождь, уже не идет ничего. Видишь, вот как вот ее убирать? Хозяин, барин, держи под травами пока. У тебя же все равно планируется содержание некоторых полей под травами. Ну и здесь, может, подольше подержишь. Какая беда? В твоем положении это лучший выход пока. Чужому бы человеку не сказал Николай. А вот отцу открылся. Пришлось ему нынешней весной на хитрость пойти. По планам числились за Первомайским гектаров сто на неудобиях. Доходы они принести не могли. Решил Олешинцев зря технику не ломать. Людей напрасной работы не мучить. Не стал сеять и все. А что делать? Бросать в землю зерно, когда даже расходы на посевную не окупятся. Зато ждал теперь сухоженных полей урожай, который с лихвой возместит те пустые гектары. Скрипя сердце, согласился отец на этот маневр. В главном-то они всегда единомышленники. Экономика должна быть прибыльной. Сальдек, сколько тут считаешь наросло? Ну а ты? Поперёк батьки в пекло неудобно вроде бы. Давай уж первый ты стоять сюда. Сколько? Я считаю, знаешь сколько? Сколько? Ну центнеров так. Семнадцать. Я хотел сказать то же самое. Шестнадцать. Восемнадцать в этих пределах. А сколько до уборки? До уборки ещё далеко. Но, поимей в виду... Ну далеко как далеко? Ну я считаю, десять дней тоже. Налив зерна. Там видишь. Что? Нет, мне вот нравится. Вот, вот, вот. А здесь мне нравится. Ну вот, а я вот... Я не выбирал. О славе передовика Николай Олешенцев пока и мечтать не может. Да и отец всю жизнь проработал в отстающем хозяйстве. Только в конце своей трудовой деятельности успел расплатиться с основными долгами государства. А причина прежде всего в землях. Это на глаз тут красиво, всё, холмы да перелески. А попробуй-ка, собери урожай комбайнами, когда час на работу, а три на перегон с поля на поле. Ведь у нас и по Краснодарским степям, и по Вологодским горам одна и та же колесная Нива ходит. Кстати, вот брата приехали, когда комбайнеры, значит, у нас тут был трудный 78-й год, и они убирали вот Высоковский поля, так их прямо смертниками называли. Говорят, мы вот в таких условиях работать не можем. Вы нам что-нибудь полегче найдите, а эти поля уж вы, коли привыкся, так вы сами тут и убираете, ребят. Тут тоже есть некоторая логика, всё-таки действительно работать там условия не одинаковые. Зато человек, который может работать в трудных условиях, на таких контурах, на таких, допустим, полях каменистых и так дальше, неудобных уборках, этот человек дороже. Потому что для его уже трудностей сыскать будет трудно. Если он вытерпел Первомайский, то в Порженовском Красном Знаме, в Красавине, он там, ему это будет всё просто. Он там будет совершеннейшим механизатором. А здесь зачастую не по его причинам он немножко... Мы с тобой неправильно, Володя, сориентируем, он так скажет, поеду-ка я в Красное Знаме и буду там совершеннейшим. Хотя и здесь он неплохой. Дорогой человек, человек, который знает и себе, и цену, у него есть и гордость какая-то есть, что вот и трудно, да я могу, и трудно, да я сделаю, и в трудных условиях, да я тут и нужен, и я тут буду. Это, конечно, всё хорошо, да, но заработок-то одинаковый, что он здесь в трудных условиях, этот, эту тонну зерна, допустим, намолотит, понимаешь, практически столько же платят, допустим, в том же Красном Знаме на мелиорации, у братика, то есть. Вы установите свою норму, это допустимо. Согласуйте вопрос с управлением сельского хозяйства, там люди сидят всё-таки опытные. Они вам такую санкцию дадут и сделайте так, чтобы ваш комбайнер, ваш тракторист в конечном итоге, работая вот в таких трудных условиях, получит эту дополнительную оплату в тех же размерах, в которых получит за большее количество тонн человек, работающий в так называемом хорошем хозяйстве. Это вы можете сделать, и это надо делать. Чего же тут? День в разгаре. Воздух пропитан густым дурманом. Знаменитое Вологодское разнотравие. Весна промедлила в этом году, зато лето наступило сразу, жаркое, как на юге. Травы поспели недели на две раньше срока. Ещё вчера не знали, как справиться, а нынче из города шефы приехали. Николай доволен. И не хочется ему вспоминать теперь нынешнюю весну и особенно день 20 апреля, когда решил всё, не дотянуть до лета. Падёт скот. А ведь как-то вывернулись. Он ведь не только производитель ценностей, но и хранитель главный. Он меня пытает насчёт этого сегодня весь день. Я имел глупость свозить на высокую и показать незакрытые скирды. И вот сейчас он, значит, всё... Ну, я думаю, на высокую там ничего с ними не сделается. Я тоже так думаю. Он имеет... Стена крупная, да. Их уже прогнуло рядки. Это правда. И давление тут, среднее это давление больше. Она пойдёт не сюда, а туда. Что-то надо будет там придумать, Валя. По крайней мере, вот знаешь, там ещё... Надо только сырую траву посидеть и закрывать сырую траву. Есть поляночки, так в крайнем случае сделаем так, пошлём туда один трав. Увези откуда-нибудь всю плёнку какая есть. Ну, опять растащат на фартуке. Да никто ничего не растащил, но её просто нет. Берегут сейчас каждую травинку для зимы. Значит, весну помнят. Едут Олешинцевы от поля к полю, от деревни к деревне. От деревни к деревне. Где спорят между собой, где соглашаются. И не оглянуться ни разу на нежный изгиб серебристой речки Лузы, на шёлковые травы луговины. Не то, чтобы были они равнодушны к этой красоте. Нет. Природа составляет естественную часть их жизни. А можно сказать иначе. Себя ощущают они естественным продолжением природы. И вокруг них живут люди, которые думают и понимают свою судьбу так же просто. Добрались они до истока. Исток – самая красивая деревня в совхозе, хотя и самая дальняя. В дождливый день сюда без трактора не доедешь. И так вышло, что был здесь Сазонт Александрович впервые. Большая деревня была. Вот тут стояли дома. Вот где тут мой дом был. Тут ещё дом был Миши, Тимофея тогда. И ещё тут был дом. Вот тут вот стоял дом. Вот тут стоял дом. Там дальше было четыре дома. Вот тут дом стоит. А там как, где Алексей, Николай, за его туда ещё стояли три дома. А ниже домов уже не было? Это дом стоял. Вот сюда была цесовня. А тут только была. А тут дом стоял. А тут только стоит там цырёмка. А тут только тоже дом стоял. Тут ещё два дома было. А колхоз отдельный был здесь? Отдельный колхоз и исток. И что же, ну как вы жили, так сколько у вас тут скота было или чего? А в каждом хозяйстве была корова, была и лошадь, а ещё коров держали неподдной. Теперь в истоке живут постоянно только восемь человек, не считая летних гостей. На Беляшкине два жителя. На Пролавке два жителя, три. В Мельчёвке нету Слободной, нету. Юрцовке давно нету. Юрцовка нету. Сейчас примерно. Да тоже мало. Тоже мало. Хозяйство восемь, но там тоже в основном-то. Систематический отлив людей из деревни. Конечно. Он даже ведь и запланирован был, если так государство планировало. Откуда людей-то взять? Мир материален, и ничего, ни из чего не создаётся. Раз не хватает на транспорте, да в промышленности людей, брали их из деревни, естественно. Создавали там более выгодные условия. Человек, что курочка. Тут потрусил курочка сюда, тут потрусил курочка сюда. Ничего не потрусил, а обернулось и ушла. Так? Так. Всё правильно. Хорошо, что здесь вот на зиму ложь отдают. Пропадает. Он точно говорит. Ну, больно, конечно, и трудно, и в другой раз и неловко делается, и всё. Но мы уже насмотрелись в достаточной мере всяких передряг. И поэтому, хоть и больно, но уж ты считаешь, что и тут так, и по соседству так, и там так, и так далее, что мы знаем, что нужны какие-то меры. Что нужно восстановить земли. Вот эти земли не должны быть брошены. Нельзя бросать землю. В том великая правда. Пусть у младшего Олешенцева пока нет сил наладить жизнь в истоке, всё равно он обязан страдать и думать об укреплении деревни. Таков взорог отца сыну. Да, нужна помощь этому краю со стороны. Но как важно сейчас найти поддержку изнутри, в семье, в том умном крестьянском воспитании, которое всегда растило в доме хозяина. Вот такой ребёночок навоз возил. Муж с женой напрятывают навоз, или взрослые ещё кто-то есть. А в поле-то повёз ребёнок, и он до вольняханёк, до вольняханёк едет. Обратно-то бегом только телега гремит. Да как скорее, да как больше увезти? Вот, у него задор возникал. Он навоз же возил-то, собственно говоря, а не одеколон. И пахло навозом, и всё. Но это в порядке вещей. Он знал, что это сама жизнь, что без этого жить нельзя, что это нужно на сегодня. И это поддерживалось родителями, поддерживалось всем обществом, всем миром. И это к нему прививалось. И он не чуждался этого труда. И он привыкал к этому труду. Он любил этот труд. Он любил лошадь. Лошадь ведь, знаете как, у нас перед Масленицей, так он её чуть не целовал. Он её гладил каждый день. Он её, собственно, лошадь тут втихаря от родителей кусочком кормил. Вот ты об этом говоришь, так. Тогда вот, значит, ребёнок с удовольствием всё это делал, так. Но если он и без удовольствия это делал, так его всё равно заставляли, правильно? На это ответил Некрасов. Он деревню понимал лучше всех нас. Он тут вырос. Он каждого крестьянина понимал. Каждого человека понимал. Всё понимал. А вот он что говорит про ребёнка-то. Он видит, как поле отец удобряет, как в рыхлую землю кидает зерно, как поле потом зеленеет начинает, как колос цветёт, наливает зерно, отведает свежего хлебца ребёнок, и в поле охотней бежит за отцом. Золотые слова. А! А! И снова за полночь горел свет в доме Олешинцева. И обсуждали отец и сын между собой хозяйственные планы со страстью, без которой не может быть ни устройства, ни обновления земли. А через несколько дней уже в Кичуге, где стоит на высоком берегу родительский дом, собрались три брата Олешинцевой вместе. В середине августа отмечал Сазонт Александрович своё 65-летие. К этому дню съехалась вся семья. И первым делом взяли сыновья топоры и пилы, чтобы очистить от кустарника угор. Пусть отцу из окна всегда река светится. Пусть отцу из окна всегда река светится. Есть у Суханы, видно какая-то особая озорная сила. Недаром великие первопроходцы земли русской родом отсюда и Хабаров, и Дежнев в Сибирь ушли с реки Суханы. Мальчишкам тут по ночам дальние страны снятся. И Сазонт Александрович Олешинцев кончил ещё до войны речное училище в Устюге. Чуть было не стал капитаном. Довернула и привязала его к себе на всю жизнь земля. В тот день, когда в доме Олешинцева праздновался юбилей отца, все поднялись рано, чуть свет. Женщины остались хозяйствовать, а мужчины ушли в поле косить. Не по хозяйственной необходимости. Сеном-то Олешинцев уже запасся на зиму. Однако берёг он часть нескошенного луга специально до приезда детей. И вот идут они теперь в лад. Впереди отец ряд заводит, за ним сыновья по старшинству. Чем безжалостнее время к Сазонту Олешинцеву, тем дороже ему этот час. Да и каждому по-своему этот час нужен. Владимир приехал какой-то растревоженный. Вот уже 20 лет работает он землеустроителем в Краснодаре. И в почёте, и семья хорошо устроена. А домой всё сильнее тянет. У Василия в руках большое хозяйство, совхоз Красное Знамя. А он нет-нет, да и примчится сюда, в кичугу. Говорит, хариуса половить. Как будто в других реках и рыбы нет. Про Николая и говорить нечего. Натура поэтическая. Для него в каждой травинке детства особый смысл. Косят Олешинцевы на волоковом поле. Это по планам земля на гектары делится. А в деревне все поля по именам. Волоковым оно зовётся Истари. По виду небогатое, каменистое, с углинки. Разорванное перелесками, поле это дольше других удерживает влагу. Поэтому и пахали его всегда в последнюю очередь. А вот зерно давало полновесное. Олешинцев рассказывает, возьмёт бывало мельник горсть из мешка и сразу скажет, это рожь с волокового поля. Да точно. В армию ты уходил отсюда уже. Вот от нашего дома в лес спускался, помнишь? На ладейку и потом оттуда уже отправлялся. А из армии ты приходил уже по горешкой дороге и через это поле. Пешком, да. Из армии-то и я тоже пришёл. Пешком. А осенью было там. Дорог не было. По грязи топали. Нет, тогда здорово было, да. Ну всё. Я помню, когда с Череповца приехал и зашёл в конце июля месяца на это поле, захожу и такая прелесть, аромат вот этих разнотравья, верховых полей, да? Эти ромашки, знаете, все виды, знаете, этих клеверов. В общем, сплошное полотно смотов, да, и запах. Так я говорю, вот тогда я сравнил, что никогда больше знаю в город, я не поеду жить постоянно, не может быть и речи. В этом поле ты сделал первый выстрел. Я тебе шапку, зато вдрызг её развёз. Шапку чужую. Он говорит, ну-ка, посмотрим, какой ты будешь стрелок. Вешает свою шапку, значит, там и коров пасли, как раз уже очень, знаешь, ну, последняя пастьба. Вот. Ну-ка, вот там было ружьё одно с полка. Я в эту шапку как в пластану, значит, она покачалась так, но не упала. Знаешь-то, говорит, не попал это отец. Говорю, Юрыч, нет, вроде попал, покачалась, приходит, с этой стороны ещё ничего, а с той стороны всю вату вылезло. Ведь дед, вот ещё когда, знает, впервые нас с косами, с горбушами с этими, пошли учиться косить, мы тоже же пошли сюда, на это поле. Учиться косить, вернее. Да, я уже, на поле всё рассказал. Вот это, где лес раскорчён, там же как раз перед лесом поля. кос бегают, это самое, соберутся, и здесь всегда под этой в тени берёзой это отдыхали, да. И столько, такая была прелесть, совершенно какая-то, память, по-моему, не только нам, а большинству здешних жителей, да. И вот сейчас так надо её сделать, скелет такой берёзой. Зачем было? Нам никому не мешает, такая прелесть. Однажды пришли на поле два трактора. Подкатились к берёзе и, выполняя чей-то приказ, стали дерево крушить. Оборвали корни, а свалить не смогли. Видно, решила берёза, умереть в своей земле. Чё над этой берёзой было? Страдать сотком тут уж. Навести порядок. Вот эти тысячи рублей надо было затратить у фермы навести порядок. Я захочу, так её вот через час и не будет, она и упадёт. Позьму топор, и топором срублю. Чем тут два, сто держать двое суток. Так, слушай, ты не захотел этого, живёшь здесь сколько лет, но не захотел этого, она тебе не мешала. Понимаешь? Не мешало это? По плану, который был намечен для ПМК. В плане ПМК весь лёс должен был смешать. Отец, а остановить некому было, что она, знаете, фактически не мешает, но мало ли общий план. Так рассуждать нельзя. Нет, отец, вот на этот счёт. Убирать так убирать, надо так, чтобы вот поле имело геометрически правильную по возможности форму, и чтобы в границах этого поля ничего мешающего земледелию не было. Иначе всё это мышкины хлопоты, которые никакой серьёзной отдачи в виде урожая не дадут. Это должен предусмотреть план, уж если на то пошло. Так это и было предусмотрено. Но планы мы очень любим намечать, и очень не любим выполнять. Нет, ну как понимаешь? И очень часто ваш брат директора идут на сделку со своей совестью и подписывают авансиком вот, значит, ПМК, что выполнено, тем зарплаты банк не даёт, значит. Им надо процент выполнения, они к директору. Смилуйся, государыня Рыбка, дай нам, пожалуйста, подпиши, мы тут тебе сделаем. Подписал. Они ничего не сделают, уедут и были таковы. А после тебе же скажут, ты же подписал, чего глядел. С утра вся большая семья Олешинцевых разделилась. Пока в доме готовился к вечеру стол, дети ушли в лес. Ещё вчера Сазонт Александрович рассказал им, под каким кустом сейчас гриб прячется, где малина спелая. Как разойдутся по жизни внуки, Олешинцев, конечно, не знает пока, однако верит, что всегда будут они помнить и дедов лес, и родное поле, и деревню Кичугу, и дом над Суханой. А держится дом и всегда держался руками матери Клавдии Сергеевны. Шестеро детей, всех одеть, накормить, обстирать, и ещё хозяйство, как в каждом крестьянском доме, огород, корова, ещё школа всю жизнь без перерывов, ученики, тетрадки, и ещё заботы мужа, как свои, значит, дела порторга, потом председателя колхоза, потом директора совхоза. Неудивительно, что и время промчалось так быстро. Вот и дочери уже давно учительницы, Марина в Молдавии, валя в Шексне, Аня ближе всех, в Устюге. Перед домом Олешенцева, можно сказать, сад. То есть, грядки, конечно, кусты смородины, калина, даже яблонька, редкая гостья на Вологодском севере. А всё потому, что хочется Сазонту Александровичу всякому показать «Земля — это добра к человеку, если рук не жалеть, да ум приложить, да сноровку». Уютно сейчас в доме, готовится праздник. И только приглядевшись, вдруг начинаешь замечать между словами беспокойство. Может, потому, что мать и при встрече ждёт следующего часа расставания. Может, потому, что дети, слетевшись на краткий срок в родное гнездо, чувствуют за собой какую-то вину. Он даже в командировке, если... Даже в командировке он в Калининской области был, да, и сюда приезжал на неделю. Уж любым путём он сюда выделил время, работал дольше. Даже мы никогда не можем вместе даже отдохнуть. Если мне куда-то хочется, он всё равно сюда едет. Так что сюда он с удовольствием перебрался бы и жить. Так устраивает? Здесь лучше. Во-первых, ледоход. Самое удивительное, что вот весной бывает это ледоход. Гремит всё, всё движется, и вроде всё сейчас совсем другое будет на земле. А потом а потом черёмухи начинают кругом цвести. Дышать нигде так вольно не дышится, как вот тут в родных местах. Я даже не представляю, чтобы где-то было так хорошо. Побывали уже мы, вот ездим каждый год, то в Одессу, то в Симферополь ездили в этом году, в Евпаторию. А когда сошла на наш бережок родненький, так хорошо. Нигде не бывает. Дом. Дом это всё. Вчерашний день провели они все вместе на берегу Стрельной. Это небольшая речушка за деревней. Ловили рыбу, варили уху, как в детстве. Правда, в детстве у них и рыбалка, и охота, и походы за ягодами были не игрою, а прямым подспорьем в хозяйстве. Семья жила трудно. Полтора килограмма хлеба на семь человек. Это после войны, когда ещё карточки были. И потом нелегко жилось. Отец целыми днями в работе, мать разрывалась между домом и школой. Чуть подрастали ребята, сразу убрали на себя часть взрослых забот. Но у памяти нашей такое удивительное свойство. Даже тяжкие минуты обернутся радостью, если только они из детства. И потом, как удачно вышло, все выучились, крепко на ноги встали. А что отъехали от родного дома, так ведь на то у каждого свои причины были. Сейчас более всего занят отец мыслью, как вернуть Владимира домой. Не потому, что не признаёт он заслуг или важности его работы там, в Краснодаре, а считает, что на Вологодской земле быть ему теперь полезнее. Все поля вокруг не изучены, не оценены по-настоящему. Нет у них паспортов, как положено. А Сазонт Александрович хорошо знает, что без паспортной земле и защищаться трудней, трудней план получить реальный, трудней мелиорацией заняться всерьёз. вот для чего нужен толковый землеустроитель. Ещё добавит Олешинцев обязательно кровно заинтересованной в родной земле. Конечно, для сердца его важны не только деловые соображения, но на первый план выдвигает он именно их. Уже и в Устью этот вопрос согласовал, как будто и рая не против, а дочки взрослые уже. Только бы Володю уговорить на переезд. Иной час и засомневается отец, сумел ли он внушить детям, что каждый человек своей земле обязан и роду своему, и дому. Есть ли у них в сердце боль? Деревня совсем пустая. И каждый год, вот смотри, каждый год, как мы с тобой приезжаем, на один дом становится меньше. Или дом стоит снова с заколоченными окнами. Я понимаю тебя правильно. Значит, деревня вроде бы, да и факт, пустее. Так, земля остаётся без хозяев, хозяева без земли, потому что они где-то там сконцентрировались на одной центральной усадьбе, земля у них за 3-9 земель и так далее. А ты можешь стимулировать, например, стимулировать ты чем-нибудь своём, не будем что-то говорить, слушай, в своём хозяйстве. Ты можешь стимулировать, чтобы вот люди оставляли своих детей у тебя, а чтобы они не отправляли. Я знаю, вот у нас как там в Молдавии всё-таки говорят так, слушай, Коля там, сын, да, Коля, Ира, поезжай-ка ты лучше, потому что я пахал всю жизнь и у меня руки постоянно, значит, болят. Зачем тебе это? Поезжай-ка ты хоть в какое-нибудь училище там, будешь токарем, будешь слесарем, а в колхозе что ты там увидишь в сомхозе? Поезжай-ка ты. У тебя твои люди, твои вот мамы, папы, твои, что говорят своим детям, когда они подрастают? Скажи, пожалуйста, они говорят, оставайся, Ваня, Коля, здесь, потому что это твоя родная земля, оставайся, помогай нам? Или они говорят тоже так же, что, слушай, я пахал, так ты хотя бы отдыхай. Так? Вот скажи, ради Бога. Может быть, не совсем так. Понимаешь? Нет, ты мне скажи, ты мне скажи, уезжают от тебя вот сейчас? И сейчас уезжают. На Нечерноземье повернулось, вроде все, обратили внимание, они хотят, чтобы поднять Нечерноземье. Уезжают или не уезжают? Сегодня, на сегодняшний день. Уезжают и сейчас. И будут уезжать или нет? И будут, видимо, уезжать, коли так обстановка сложилась, что действительно, ты правильно говоришь, что труд в деревне сейчас, понимаешь, самый труд необходимый, который, собственно, кормит страну, все-таки еще не на уровне. Но вот что важно, я считаю еще, если бы мы сейчас были сами по себе, то есть без поддержки государства в какой-то мере, так? А раз государство поддерживает ее довольно основательно, оно вправе с нас что-то потребовать, правильно? Так вот, если бы не это, это не поддержка еще государства, что бы мы из себя представляли? Правда, если бы мы были сами по себе и четко, ну, сами разрегулировали, из чего нам получать прибыль и от чего убытки, ясно, что мы бы получали прибыль. И намного больше? Ясно, что мы... Нет, ты скажи, намного больше или нет? Я же ответил, что естественно, что были бы прибыль, понимаешь? Мы бы нашли оптимальный выход, оптимальную структуру, земель и так далее. Нашли бы. Вы были хозяевами. Но еще. Хозяевами, а вы полу, да не полу, а десятая часть хозяевства. И не от вас это зависит. Ты, предположим, себя чувствуешь хозяином в том плане, что ты чувствуешь себе силу руководить, да? Ты получил, предположим, у тебя есть образование, предположим, у тебя есть навык, предположим, ты любишь эту землю, вот, ну, не знаю как. все у тебя есть. Но если у тебя вот так связаны руки, то ты уже все равно не хозяин. Ты уже все равно не хозяин. Я тебя понимаю, да слушай, все-таки, если, допустим, нам всем позволить развиваться только так, как мы хотим, будет не совсем тоже нормально, наверное. Коля... Я считаю, что надо все-таки, надо иметь, государственная дисциплина должна быть, но надо иметь ее именно оптимальную для каждого хозяйства. И ясно, что она должна идти снизу. Понимаешь, поднять этот все, первомайский, все-таки, должны, все люди настроятся по-хозяйски, а не один кто-то. Как посевная, так ворох бумаг, как уборочная, так ворох бумаг. Ну, ну, любое мероприятие расписано, вроде ему тут и делать ничего. Делать ничего, да. Все за него уже подумали, сделать это. Ага, сегодня 15 мая, почему ты до сих пор не пашешь? Да у меня дожди льют, у меня вон там, это, все затопило, или снегу было бы столько, все затопило, там не влезешь. Ты почему не пашешь? Все пашут, ты не пашешь. Ведь совещание, вот меня удивляет тоже, Водя, я не знаю, как у вас там, но ведь совещание, знаете, на всех масштабах, если их в кучу сложить, так в году, знаете, мы месяц, да где, два месяца сидим, штаны протираем, но не решаем никаких проблем. Проблемы должны решаться лаконично, четко, значит, пришли к выводу, надо это сделать, казалось бы, и все. Нет, надо сидеть, знаете, я не знаю, я вот уже и то, наверное, не одни штаны затрал на сиденьях, вот, с возвращением. Истер, Истер, да. Вот так и отец тоже самое знает. И вот эти все, значит, вмешательства в дела, в планы его, головы, что уходили, мелочные, да. Они ему мешали, конечно, мешали, износили его раньше. А ты помнишь, папка, насколько он все-таки в этом плане действительно хозяин? Помнишь, он же был на пенсии уже, я тебе напомню, сейчас один год. Мы приехали, и Илья еще был страшно, как-то даже разобижен тем, что он сказал. Он говорит, слушайте, ребята, мы все приехали тогда, и вы были, и Володя, и Вася, и все. Он говорит, пойдемте дня два хоть на сенокос. Ты помнишь? Помню. Дня два на сенокос. И Илью это поразило. Помнишь, Илюша еще говорит, господи, как? Мы приехали на несколько дней, и он говорит на сенокос. Но я думаю, вот в этом, в этом, то именно хозяин то и заключается. Потому что на пенсии он, где он угодно, вот папка наш, удивительный все-таки человек, а он говорит, что сенокос, помнишь, была, сказали, что сенокос... До обеда сток сметали. Сыновья ушли в дом, а Сазонт Александрович решил еще загородить его, как положено. Никогда не оставлял он дело на середине. Есть в этом человеке какая-то истовость, даже непонятная иногда окружающим людям. Таким был, когда директором работал. Такой и сейчас. Много доброго принес он людям. Но, видимо, и обидеть успел. Смотрят иногда на него соседи с опаской. Что же ему? Больше всех надо? И когда разъезжаются дети, бывает Олешинцеву подчас одиноко. Давай, это самое. Ты приедешь или нет? Все-таки. Надо, наверное, ехать. Но, конечно, может быть, в этом-то году я и не смогу это сделать. Так мы делаем до ни одного дня. А как дальше пойдет жизнь? Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok от имени всех нас разрешу тебя поздравить с днем рождения. Пожелать вам с мамой большого-большого счастья. Знаю, что счастье, ваше счастье, это, конечно, мы, наша работа, наша жизнь. Думаю, что мы вас никогда не подведем. От всей души, от всех нас поздравляю еще раз. Большое вам спасибо за то, что вы у нас выросли именно такими. А ну, Вася, вперед. Пожалуйста. Ну, да что, папочка, еще раз поздравляю с днем рождения. Желаем всего самого доброго. Живи. Чем дольше будет жить, тем радостнее будет нам всем вот этому коллективу. Мамочка, спасибо, что такого папа нашла. Мамочка, я такого чудеса. Мамочка, родня, мои хорошие мои. Дай Бог вам сто лет, тогда и мы будем радостные всегда. И чтобы все, все было хорошо, мамочка. Мне так хорошо, когда, знаешь, что здоровые все в порядке. На Крутом Угоре над северной русской рекой Сухоной стоит дом ухоженный, крепкий. Еще век выдержит. Я в том уверен теперь. Ну, что бы хотелось сказать. Во-первых, детям своих людьми будьте. Это самое главное. Будьте людьми. Это не значит, что быть какими-то простенькими такими, со всеми мириться, всему во всем потрафлять. Нет. Быть хозяином, это значит облагораживать землю. Это значит сделать такую землю, чтобы она больше окупала труд в ее вложенный. делать все с умом, с перспективой, старательно, не жалея сил. Тот, кто себя жалеет, тот многого не сделает. Я вот, пусть мои дети потеют, пусть не досыпают, я никогда им не скажу, что это излишне. Это надо, чтобы быть хозяином на земле. Ну, и пусть семьи ваши, они немалые, пусть эти семьи крепнут, пусть дружба в этих семьях будет вечной, пусть вы будете через сколько-то сколько лет вот так же приглашать к себе на юбилей своих детей, своих внуков. Еще раз прошу, будьте людьми настоящими. «Тихо ночью в Киеве» «Тихо до самого утра». «Не отец, ты туда? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. «Тихо, нурCe потому что это «Тихо, так, давайте, туда даже». «Тихо, то зачем?» «Мама!» «Саш, давай, беги скорее, беги скорее, беги, доченька, одевайся. Это в чемодане наверху, дочка. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай. Ну приедешь? Скоро? Давай. Давай обязательно приезжайте, у вас съем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok